Привет, друзья! Ну вот наша первая экскурсия. Привезли нас недалеко от города Сиде. Вот это античный мост через реку, название которой, естественно, мы не запомнили. Мост был разрушен в землетрясении в 12 веке. Потом в Османскую империю его восстановили, но очередное землетрясение опять его разрушило. Ну и теперь, конечно, по нему никто не ездит. Это чисто туристический объект. Нас завезли сюда на 15 минут сфотографироваться, посмотреть. Смотрим. О, там МЖР растет. Вот Дима полез на развалины античного моста. Бесстрашный турист. Хотела сказать, из Сибири. Но мы уже 4 года как не из Сибири, а анапцы. Молодец! Взошел на Эверест. Ну, развален он лет 20, не больше. Смотровая площадка, выложенная около моста. Молодцы! Ну, правда, один минус, что воды не коснуться здесь. Ну, вот здесь вроде как можно. спуститься. Но мы, наверное, не будем рисковать. Как Катунь. Как Катунь, да, белая. Катунь-Аргунь. Только, может быть, не такая быстрая. Но тоже достаточно сильно течет. Не, ну, Катуни, по-моему, более голубая, зеленая. Нет, белая река даже тесно такая есть. Катунь-Аргунь. Это сооружение для прокладки водопровода. До скольких, он сказал, метров? До 40. Второй век наш. А скажите, что эти за арки? Мы что-то прослушали. У нас с вами остановка. Сейчас вместе пройдем, я вам покажу. Наверх тогда полезу. Вот, друзья, приехали мы в апельсиновый сад. Заплатили доллар. За право нарвать 7-8 апельсинов. Килограмм апельсинов стоит доллар. Самовывоз. Из какого города, не знаю. Наверху апельсиновое дерево напоминает кедр. Кедр тоже идет прямо. Вверху раз и раз вилка на 3 ветки. Но здесь, правда, вот тоже на 2, потом другая еще на 2. Сейчас я сорву самые спелые апельсины. Бесстрашные обезьяны-занапы. А что нам делать-то с этими апельсинами, если я нарубал? Продавать будем по доллару за штука. Самые солнечные. Вот развлечения. Руссу-туристу обликом орали. Здорово. Тут вместе со спелыми апельсинами рядом находится маленький-маленький свежего урожая. Не успели старый собрать, и уже завязи новых. Друг за другом растут беспрерывно. Оксана тоже повторяет подвиг. Подвиг Александра Матросова. Застрянут босоножки и останусь тут же. Все, все, все. Незачем, потому что мы уже сорвали свою норму апельсинов. Не, можно 8, а у нас только 6. Ну, туда, куда ты лезешь, там только зеленые апельсины. А вот спелые, вон там он. Да? Да, если ты только можешь тряхнуть ветку, потому что до нее ты не долезешь. Опа! О, видишь, вот они, два спелых и упало. Забирай, ура! Эти будут спелые. Все, я слезаю. Спасибо! Спасибо. Ну, вот такой незабываемый момент в нашей жизни. Поедание апельсина. Да, прямо сорванности. Который упал. В антисанитарных условиях. А что? В антисанитарных, да. Да. Никогда так не поступайте. Это антипримеры. Это пример того, как нельзя поступать. Мы вам расскажем, что со мной было на завтрашний день. Трясти надо. Ну, хватит. Трясти. Я уже два упала. Давай. Сейчас подберем. Подарок какой-то дали Оксане. За что? Это тебя сманывают манистами. Два доллара всего. Посмотри на себя. На фоне этих развалин с этими манистами. Ты же вообще красотка. Это платок. Платок это такой? Да. Такой древний акведук под водопровод. Турки тоже хотели в древние времена пить воду. О, Господи. Оксана должна была заплатить один доллар за апельсины. Вместо этого она уступает торговке, которая на нее меряет все-все-все подряд. Вот это мадам. Мадам. Майклайда. Молодцы, молодцы. Красивые. Вот такие изгибы судьбы. В День Святой Троицы мы попали в мусульманскую страну, где нам предлагают всякие разные сувениры. Ну, и в честь нашего православного праздника мы решили не отовариваться. Только международными апельсинами. Вот такой наряд кочевника. Ну, все-таки Святая Троица. Праздника для другой религии не будет. Вот целое местечко, в которое нас привезли полюбоваться древним акведуком. До 40 метров поднимался водопровод. Здесь же мы пособирали апельсины, как и показали. Конечно, впечатляет мужество и развитость древних строителей. Странно, почему-то мне все кажется, что они ходили в звериных шкурах и ни черта не умели. А кладка здесь такая гораздо лучше, чем современные безликие наши бетонные коробки. Вот такие горы окружают Турцию. Турция – это горы с горя и очень много плодородной земли. Сегодня они экспортируют на 20 миллиардов долларов. И правительство поставило задачу через 10 лет экспортировать овощей, фруктов, продовольствия в два раза больше. Жалко, что наша страна не ставит такие задачи. Ну что, друзья, разменяли первую сотню долларов. 10 долларов отдали за воду. В автобусе якобы на все дни пребывания будет у нас вода. Сейчас вот здесь у торговцев купили апельсины, которые сами сорвали. И вот теперь у нас есть мелкие доллары. За право сорвать 7-8 апельсинов – 1 доллар. 1 доллар, да. И вот на сдачу теперь можем продолжать купить. Не гнушаются брать американские деньги. Да. Торговцы говорят на немецком. В основном. Мало-мало говорят на немецком, не на русском. Ну а торговаться-то удается с ними сбивать цены? Да, удается на доллар. С 5 до 4 сбрасывают, но не более. Ну, удачное начало. Будем считать, что да. Едем мы с одной экскурсии на другую. Обещают мечеть нам показать. Сейчас в исламском мире кост 30-дневный. То есть истинным мусульманам нельзя ни есть, ни пить в дневное время. А у нас наоборот сегодня праздник Святой Троицы. Мы должны есть, пить, гулять, веселиться. Вот мы приехали в мусульманскую сокровищницу. Как это называется? Мечеть. Косгелдин я Сэнри Равазан. Некоторые экскурсоводы усаживают туристов на пол. И рассказывают про ислам. В таком положении, чтобы люди больше прониклись пониманием молодой религии, но уже заслуженной. Второй этаж. Ты прямо вписываешься в весь этот антураж. Ну, второй этаж предназначен для женского моления. Чтобы они видом своих поп, наклоняясь, не отвлекали мужчин. Не поп, а тел. Мужчины внизу молятся, а женщины отдельно наверху. Или внизу есть загончик прямо огороженный. Загончик, женский загончик. А вот это, наверное, для высокопоставленных осов женского. Богатая люстра. Конечно, и купол. Вот здесь устраивают фотосессию. Там, где проповедует мула. Внутри мечети я была первый раз. В Питере огромная есть мечеть, красивейшая. Но туда женщин не пускают иноверцев. Подожди, а в Абу-Даби мы не были, что ли? А мы заходили тоже. Там самая большая в мире мечеть. Но мы, когда приехали туда ночью, почему-то не пускали именно. А, там с краешка. Да, мы с краешку, возле фонтанов походили. Я успела нарядиться в их одежду. Без этого не пускали, кстати. В ней сфоталось. Ну, как бы вот так внутри, чтобы мы гуляли, такого не было. Часть нашей группы сейчас поплывет на яхте, на прогулку. Мы решили сэкономить на этом деле. 40 долларов с человека. В Анапе у нас такой красоты есть.